На дне Финского залива обнаружили подлодку Ща-302 «Окунь». Советская подводная лодка Ща-302 «Окунь», погибшая в октябре 1942 года, обнаружена на дне Финского залива возле острова Большой Тютерс. Об этом сообщил руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов. Подводная лодка Ща-302 «Окунь». Предположительно 1940 год. Согласно сообщению, подводная лодка погибла в результате подрыва на противолодочной мини в районе третьего отсека с правого борта. Как показало первое погружение, носовая часть почти по полугу зарыта в грунт, а корма лодки висит в 4-5 метрах над дном. Предположительно, двигаясь в подводном положении, лодка после подрыва мины получила резкий дифферент на нос и, потеряв плавучесть, вошла в грунт под углом около 20 градусов. Глубина в месте гибели лодки составляет 67 метров. Говорится в сообщении экспедиции. Как удалось установить, подводная лодка Ща-302 «Окунь» вышла в боевой поход для действий на коммуникациях противника 10 октября 1942 года. До острова Лавенсари, мощной, ее сопровождала подлодка Ща-311, канонерка Москва и тральщики. Однако из-за плохой погоды корабли укрылись в бухте, а Ща-302, не заметив подаваемых сигналов, продолжила путь в море. Предполагается, что подлодка подорвалась на мини в период между 11 и 13 октября, так как 14 октября финский самолет ШП-10, находясь к северу от острова, Большой Тютерс обнаружил и атаковал глубинными бомбами большое масляное пятно. 25 декабря 1942 года подводная лодка Ща-302 была исключена из списков ВМФ, а экипаж из 37 человек объявлен пропавшим без вести. По словам руководителя экспедиции, Ща-302 лежит на расстоянии 1 мили от подводной лодки Ща-320, погибшей в том же 1942 году и которая была была обнаружена экспедиция в 2017. Он отметил, что окунь стал 8-й подводной лодкой, обнаруженной в российских территориальных водах. Таким образом, по нашим данным, в российских территориальных водах осталось обнаружить только подводную лодку М-96, и можно считать, что в этой акватории подводная война закончится. Сообщил Богданов, добавив, что поиски также ведутся в территориальных водах Финляндии и Эстонии.